Всем привет, друзья! Мы наконец-то вернулись вместе с новым европейским сезоном. Теперь команда недели будет стабильно выходить по вторникам, а битва поколений среди сборных по субботам. Ну а эта футбольная неделя была полна событий на любой вкус. Барселона Хави, несмотря на мощную трансферную кампанию, не смогла обыграть дома Рая Великана уже в третий раз подряд. Зато Альчи Лотти установил еще один рекорд, взяв уже четвертый суперкубок Европы в карьере. В Англии Челси с Тоттенхэмом выдали суперэмоциональный матч, который украсила жара между Конте и Тухелем. Тренеры дважды за матч чуть не подрались из-за эмоциональных празднований друг друга. В квалификации Лиги Чемпионов решили сами себя дисквалифицировать оставшиеся представители России. Черчесов с Финенсварашем не смог пройти Карабах, а Головин с Монако вылетел от ПСВ. Но что больше всего удивляет на старте сезона, так это заряженность Неймара. В трех первых матчах он уже набрал 8 баллов по Гопбру Спас. Вот это я понимаю, подготовка к Чемпионату мира. Кажется, даже Мбаппе бесится. Пока Басан готовится собрать первую команду недели нового сезона, я расскажу о том, что Чемпионат России в самом разгаре. И, как вы знаете, теперь турнир официально называется «Мир. Российская премьер-лига». В сюжете с анонсом сотрудничества я рассказывал, что с картой платежной системы «Мир» теперь выгодно оплачивать фастфуд и покупки сувениров на стадион. А с 15 августа и до конца сезона 22-23 наши партнеры из платежной системы «Мир» проводят акцию с кэшбэком 10% при оплате билетов картой «Мир». Самое время поддержать любимую команду. Уже сейчас вы можете выгодно ходить на футбольные матчи с участием «Спартака», «Краснодара» и многих других клубов РПЛ и при этом экономить до 1000 рублей в месяц. В общем, с картой «Мир» теперь на футбол ходить выгодно. Все подробности акции по ссылке в описании. Начнем собирать первый Dream Team в сезоне, как всегда, с вратарей. И здесь отметим кипера Нотингема, непригодившегося МЮ Дина Хендерсона. Он провел матч мечты против Вестхэма, сделав несколько классных сейвов и буквально заколдовав каркас ворот, куда пару раз попали соперники. А еще Дин отбил пенальти. Ну, прям идеальный набор. И как итог, первая победа славного когда-то Нотингема после возвращения в ВПЛ. Место чуть левее займет Давид Алаба, отличившийся на неделе двумя очень важными голами. В среду он забил победный, как оказалось, мяч ворота Айнтрахта, выигрывая за Суперкубок. А в воскресенье, когда Реал все никак не мог реализовать моменты во встрече с Альмерией, Афтис вышел на замену и первым же касанием положил гол со штрафного в самую паутину. Ну, просто мастер. Правее сыграет один из героев в матче Милан-Удинезе Давид Калабри. Итальянец сначала заработал пенальти, который реализовал Телл Вернандес, а потом своим подключением создал гол уже для Ребича, отдав на него точный кросс. Плюс Давид успел и отрабатывать сзади, совершив аж шесть отборов. Россонери в итоге взяли три очка, а Калабри осмотрелся одним из лидеров на поле у Милана. В центр же обороны поставим новичка Челси Калюду Кулебали. С Тоттенхэмом он сначала с углового от Пукурелли открыл счет в матче и своим голом за синих, а потом классно запрессинговал Кулышевский на фланге, после чего началась атака, приведшая ко второму мячу Челси. И если бы не два сомнительных гола шпор, один из которых был забит, возможно, с активным офсайдом Ришарлисена, а другой с корнера, которого не должно было быть, Кулебали и партнеры точно одержали бы заслуженную победу. С учетом того, что у нас всего три защитника, нужна крутая опорная зона. Первым сюда возьмем одного из теневых героев матча Реал-Айнтрахт Каземира. Он в очередной раз перекусил центр поля соперника, совершив аж 9 отборов. Плюс сделал пару перехватов, голевую скидку на Алабу и сам чуть не отличился, попав в каркас. В общем, бразилец точно один из секретов победного долголетия этого поколения Сливочных. Рядом с ним сыграет новое лицо в нашей команде, опорник Израиля Великана Патте Сис, который, думаю, запомнился многим по матчу с Барсой, где он помучал Бускетса и компанию, и даже мог забить победный гол в концовке. Впрочем, это не его дело, а вот отборы, выносы и перехваты – это, пожалуйста. Отличная самопрезентация сенегальца для потенциальных покупателей на следующий сезон. Чуть выше сыграет один из героев громкой победы Брэнфорда на Велью Матиас Йенсен. Датчанин перед первым голом отобрал няч у Роналду в центре поля и отдал ассист на Досилову, а потом запрессинговал Эриксена, круто разобрался в штрафной и забил гол. Чем, думаю, ментально надлоднил соперника? Нам такой активный человек в команде точно понадобится. Ну и должен же быть в центре поля созидатель. Эту роль мы доверим, конечно же, Кевину Дебрёвне. В целом, в последних 15 матчах на Этихаде он лишь раз ушел с поля без адаптативного действия. А тут, во встрече с Бормутом, и ювелирный гол с Шведой положил, как на плойке, и тонкий горевой пас отдал на Фолдена. Почему все так легко у него получается? Чистый бист, конечно. Ну и, наконец, тройка нападения. Левее сыграет Неймар, который сейчас является главной атакующей силой ПСЖ. В игре с Мампелье он сначала показал Мбаппе, как реализовывать 11-метровый. Теперь вопрос, кто же будет штатным пенальтистом. Ну а потом забил мяч головой, который можно охарактеризовать только одним словом – голод. Я никогда не видел, чтобы Неймар вот так шел на опережение, чтобы сыграть головой. До сих пор под впечатлением. Но, думаю, еще больше зрителей вдохновляет игра другого бразильца – Габи Жезуса. Что за форму он набрал у Артеты? Что за красоту он положил в ворота нового вратаря Лестера Дэнни Уорда? Что за голевое читео проявил в ситуации со вторым голом? Ну и партнерам он тоже, как следует, помог парочкой ассистов. Арсенал сейчас, как и Габи, вадим. Ну и на правый фланг атаки отправим лучшего игрока Милана в матче Судинеза – Браима Диеса. Первый гол был забит с пенальти, который, в свою очередь, Каладрио заработал после прохода Диеса и его классного удара. Вторую голевую атаку разогнал тоже испанец. Третий мяч он забил сам, успев выставить ногу во вратарской. Ну и в случае с четвертым голом Браим исполнил все так, что Ребичу надо было просто попасть в пустой угол. Гениальный матч в исполнении Малыша Диеса. Схема в этот раз 3-4-3, очень менее модная и при этом гибридная. Тот же Каземиро легко может опуститься в центр защиты, и мы перейдем на два центральных, отдав бровки латералям Алаби и Калабрии. Плюс есть Деброни, который хорошо двигается в полуфлангах и может создавать там численное преимущество. Габи Жезус, научившийся круто процентровать в Сити, вообще, кажется, не выключается из игры и будет нагружать защитников по всему фронту атаки. В общем, мы точно очень неудобная и вязкая команда. Под нас придется подстраиваться любому сопернику. Тренером этой банды будет наставник Брэнфорда Томас Франк, который, в отличие от прошлого сезона, в матчах с топ-соперниками АПЛ решил играть куда более прагматично, в чем признался в интервью после матча с МЮ. Ну и футболистов он продолжает открывать. Йенсена, думаю, не все запомнили по тому сезону. А сейчас он сверкает. До силы забил на старте уже в двух встречах подряд. Плюс то, как беспомощно выглядели Решфорд, Роналду и Бруно против пятерки защитников Брэнфорда – это тоже заслуга тренера. Так и третий гол, где было видно, как игроки Франка используют небольшой рост Мартинеса при розовешу углового и наказали Пенхага со ставкой на битинца. Как всегда в команде недели мы не обойдем стороной рубрику от Фонбет и анонсируем главные матчи предстоящей недели. Сегодня и завтра в российском футболе произойдет историческое событие. В официальном турнире Кубки России примут участие медийные команды Амкал и Тудротс. Пожелаем парням удачи. Также в среду на решающем этапе отбора в группу Лиги Чемпионов свой первый матч против Бенфики проведет Киевская Динамо. Ну и, конечно же, уикенд порадует нас яркими противостояниями. Динамо Спартак в РПЛ, Нью-Касл Ман-Сити, Битва Шейхов в РПЛ, Лиль Пассеже в Лиге 1, Аталанта Милан в серии А и Реал Соседар Барселона в Ла Лиге. Найти подробные линии на эти и другие события вы сможете на сайте и в приложении наших надежных партнеров в компании Фонбет. Вся инфа внизу. При регистрации с нашим промо-кодом всем бонус. Ну а наш список игроков на замену откроет надежда Спартака на сезон Квинси Промес. Какой шикарный матч он провел с крепким Сочи. Второй гол, так это вообще шедевр. Голландец сейчас в суперформе и является лучшим бомбардиром РПЛ. Так что без травмированного Мозеса он является тем человеком, который должен вести за собой красно-белых. Остаемся в России и отметим еще один классный перформанс прошедшего тура. От Малкома. В матче «Зенита» и «ЦСКА», где встречались фаворит сезона и один из его главных соперников, Бразилий сыграл решающую роль. Он сам забил стецкий гол из-за штрафной в одно касание, а потом еще и красиво подыграл пяткой Монтуану, оформившему победный мяч. Следующей в нашем списке будет целая троица из Дортмунга. Мариуш Вольф, Джейми Байнс, Гиттенс и Юсуфа Мукока. Так вышло, что Боруссия проигрывала Фрайборгу после первого тайма. Терзич выпустил во второй половине троих вышеперечисленных новых игроков. По итогу каждый из них отличился голом и принес шмелям победы. Вот это я понимаю, угадал с заменой. Четвертый на нашей скамейке Микель Мерино из Реал Соседаны, который стал лучшим в победной игре с Кадисом. И, кажется, наглядно показал, какого полузащитника нужно было покупать в Барселоне в межсезонье. Испанец и весь второй этаж собрал, выиграв 7 верховых дуэлей. И ассист отдал на единственный гол. И спас команду, потащив мяч с ленточки. И партнеров страховал. В общем, невероятно полезный центр-хаб. Ну и пятым запас возьмем вратаря, что бывает очень редко. Однако голкипер Аугсберга Рафал Гикевич в поединке с Байером сыграл просто гениально. Он сделал 9 сейвов во встрече, где соперник нанес в сторону его ворота 24 удара. Причем несколько его спасений были в очень опасных ситуациях. Партнеры должны сказать спасибо поляку за добытые три очка. Ну а Ливер Кузен на старте сезона проиграл уже оба матча. Вот тебе и лига чемпионская команда. По традиции попрошу вас отдать голос за лучшего из представленных запасных. Ну и давайте послушаем Сашу с его топом главных событий. Всем еще раз привет. Новый сезон начался довольно интересно. Так на неделе игрок молодежки Аякса Хикпири немного затупил и, получив пас от вратаря, взял мяч в руки в своей штрафной. Парень подумал, что нужно было произвести удар от ворот. Но в итоге назначены пенальти и поражение 0-1. Но на третьем месте травля Барселоны Фрэнки де Йонга. Даже уже ставшие мемом знаменитые экономические рычаги каталонцев не избавляют их от всех финансовых проблем. Теперь Барсе надо дополнительно выручить не менее 20 миллионов евро, чтобы зарегистрировать Джулия Кюнде. А еще и сократить зарплатную ведомость. Из-за этого клуб просит пойти на понижение личики многих игроков, в том числе де Йонга. На Фрэнки вообще оказывается серьезное давление. Барселона утверждает, что при продлении контракта с голландцем в 2020 были допущены юридические ошибки. И теперь грозит обратиться в прокуратуру. Параллельно с этим клуб ставит де Йонгу ультиматум. Либо Фрэнки снижает свою зарплату с 22 до 11 лямов, либо уходит в другой клуб. Другой клуб это, скорее всего, МЮ, где сейчас ужасная обстановка и отсутствие игры в Лиде Чемпионов. Прекрасные условия, правда? О окружении де Йонга, и с ним очень даже можно согласиться, не понимает, почему клуб просит игрока снизить зарплату, но вместе с тем покупает футболистов на 150 лямов. Обидно еще и, что фаны Барса начинают травить голландца, оскорбляя его не только в соцсетях, но и вживую. Ну а по факту в проблемах Барса виноват только клуб, но никак не де Йонг. В общем, Фрэнке пожелаем набраться терпения, ну а Лапорте и всему руководству Барсы за неуважение к игрокам минус 20. На втором месте фан-айди в РПЛ. Еще в прошлом сезоне мы говорили, что непонятно, зачем его вводить именно в России, где и так на стадионах было спокойно. Это же не Турция, где болело, приходили на матчи с ножами и иногда убивали друг друга. И вот теперь по прошествии нескольких туров РПЛ мы видим, что нововведение оказалось провальным. Если сравнить 6 матчей нового сезона с фан-айди с играми этих же команд весной до введения системы, мы увидим, что посещаемость снизилась аж на 66%. А все потому, что оформить фан-айди не так просто, ведь его выдают не во всех городах. И некоторым фанатам приходится ездить за документом за 200-300 километров от дома. Ну а для иногородних болельщиков это вообще сложный квест. Если ты проездом, скажем, в Краснодаре и захотел пойти на футбол, то за день ты фан-айди просто не успеешь оформить. О чем мы говорим, если Валерий Карпин, тренер клуба РПЛ и сборной, не смог оформить своим дочкам фан-айди из-за того, что они родились не в России. Плюс из-за этого закона ушли с трибун активные фанаты и теперь атмосфера на многих аренах похожа на театр. На это в открытую жалуются игроки и тренеры. Даже Аршавин прямо сказал, что фан-айди работает против футбола. Не знаю, сколько еще нужно времени, чтобы там, наверху, поняли, насколько бесполезна эта система, но пока фан-айди его сторонникам минус 100. И на первом месте провал МЮ. 1-2 от Брайтона, 0-4 от Брэнфорда и статус первого за 101 год тренера МЮ, стартовавшего с двух поражений. Так началась эра Танхага в МЮ. А еще Юнайтед впервые с 1992 года закончили игровой день на последнем месте в таблице. В общем, хуже старта не придумаешь. Танхаг жалуется на недостаток качественных футболистов, и его можно понять. Но сами посудите, когда у тебя начинают атаки не условный Фрэнки де Йорк, а Скотт Мактоминой, это совсем не круто. Получается, как правило, вот такое созидание. Плюс пока не впечатляет Роналду. Оно и понятно, Криш совсем не подходит под систему Танхага, так еще и пропустил всю предсезонку. К тому же Рон добавляет токсичности. Уже после второго матча не пожал руку Танхагу, хотя отыграл все 90 минут. Чем был недоволен, непонятно. Конечно, делать поспешные выводы мы не будем, но пока даже нет уверенности, что ОМЮ все наладится. Нормальных покупок мало, Роналду непонятно останется или уйдет. А если уйдет, то вопрос, кто будет играть в центре нападения. Марсиаль, который в Севилье проиграл конкуренцию Энна Сери. Еще и центр Деф Лиссандра с его ростом пока проваливается в АПЛ. В общем, на данный момент по Танхагу в ОМЮ много вопросов и совсем мало ответов. Пока супертренер, которым все восхищались, рискует превратиться в очередное посмешище в Манчестере. Надеемся, что этого не произойдет, но сейчас Эмью и Танхагу минус 400. Теперь добавим позитива. На неделе звезда Нью-Касла Алан Сан-Максимен после победного матча подарил одному из фанатов заранее заготовленные часы Роликс. Мужик был в шоке, причем делает это француз не первый раз. В прошлом сезоне он точно так же осчастливил случайного болельщика. Ну а на третьем месте номинации на личные призы по итогам сезона. На неделе УЕФА представил тройку претендентов на свои награды. Приз лучшему футболисту достанется Бензима, Куртуа или Дебрёйне. А лучшему тренеру Анчелотти, Клопу или Гвардиолли. А вот францфутбол выкатил более расширенные списки. В топ-30 золотого мяча впервые с 2005 года не попал Месси. Как говорится, ушла эпоха. В то же время там оказался Роналду уже в 18 раз подряд. Кто возьмет награду что от УЕФА, что от францфутбол, всем понятно. У Бензима нет конкурентов. То же самое можно сказать и про награду лучшему киперу имени Льва Яшина. Кажется, что Куртуа с его режимом Тащера в ЛЧ заслужил победу. Пожалуй, самым интригующим выглядит приз лучшему молодому футболисту сезона. Венисиусу уже 22. Он под критерии не подходит. Поэтому за награду поборются вот эти 10 парней. Очень интересно, кто же победит. Пишите внизу ваше мнение. Лауреаты призов от УЕФА будут названы уже 25 августа. А вот францфутбол подведет итоги 17 октября. Ждем справедливые результаты. И авансом накинем голосующим плюс 5 к объективности. На втором месте новый формат Кубка России. На неделе РФС объявил, что в итоге не будет Кубка Лиги, о котором так много говорили, но зато сильно изменится Кубок России. Главными новшествами будут расширенный групповой этап и введение Double Elimination. Системы с двойным выбыванием, позаимствованные из киберспорта. Если коротко, то клубы РПЛ поделят на 4 группы, где они сыграют по 6 туров. Две лучшие команды из каждой группы попадут в путь РПЛ и начнут дорогу к финалу с 1-4. А третьи команды направятся в путь регионов. Там их будут ждать лучшие команды 1-й и 2-й лиг. Клубы, вылетевшие из пути РПЛ, не будут покидать турнир, а лишь опустятся в путь регионов. По итогу победители каждого из этих самых двух путей сыграют друг против друга в финале Кубка. Радует, что новый формат с большим количеством топовых матчей породил борьбу нескольких компаний за титульное спонсорство турнира. Учитывая, что в прошлом сезоне партнер платил 155 миллионов рублей за сезон, после заключения нового соглашения выплаты РФС и клуба могут увеличиться аж в 10-15 раз. И вообще, здесь хочется сказать, что в плане заработка наш футбол круто прогрессирует. Благодаря новым контрактам с титульными спонсорами, букмекерами и увеличенным выплатам за ТВ-права, клубы будут зарабатывать в 4-5 раз больше, чем раньше. Так, например, Сочи, занявший второе место в прошлой РПЛ, по старому контракту получил 215 миллионов рублей. А по-новому получил бы аж на 700 лямов больше. Жаль только, что все эти финансы особо не пригодятся, ведь нас нет в Еврокубках. Но все равно функционерам российского футбола за финансовый прогресс плюс 50. И на первом месте крутые дебюты новичков недели. Леш Миранчук перешел-таки вторийно в аренду с правом выкупа и отличился в первой же игре. Россиянин вообще король дебютов, также забивал за Аталанту в первых матчах сразу в трех турнирах. А еще экс-форварды Челси продолжили подтверждать проклятие клуба, о котором мы не так давно говорили в ТОП-10. Вернувшийся на неделе в Лейпциг Тимо Вернер сразу же отличился за клуб в матче против Кёльна. Причем, посмотрите, какой мяч забил. Ну и Ромелу Лукаку, который, хоть и пополнил ряды Интера еще в июне, в субботу отличился за Интер уже на второй минуте первой официальной игры. Вот так сразу, просто мистика. Где же ваши бомбардирские таланты и везения были в Лондоне, парни? Пожелаем всем новичкам удачи и накинем плюс 100 к армию. Без главных лузеров никуда. И вот на этой неделе среди киперов будет два суперпретендента. Это, конечно же, Давид Дехея, который в ситуации с первым голом совершил выпиющую ошибку для своего уровня. А когда забивали ему третий, было забавно наблюдать, как он бегает по линии ворот и смотрит, как Бен Ми заносит мяч в сетку. Ну и конкурент у испанца отличный. Вратарь Фрайбурга Марк Флекен. Он в матче, где Дортмунд вообще ничего не создавал и играл плохо, пустил вот такую плюху, позволив Маруси сравнять счет. А потом на пойманном кураже еще и добиться победы. Кто был хуже из киперов, решать вам. В защите отмечу пару Магуайр-Мартинес из Индью за их матч с Брайтоном, который показал, что один очень медленный и неповоротливый для АПЛ, а другой, видимо, слишком маленький, со своими 175 сантиметрами роста. На двоих у них один отбор и три перехвата. Очень плохо. Рафа Варан точно должен кого-то из них заменить. В средней линии я бы со знаком минуса отметил полузащиту Барса и Гресс Райан. Контроль троица Бускетс Педри Гави над матчем не установила. Мячи после потерь быстро не возвращала. Так что вышедший Де Йонг смотрелся лучше любого из них. Ну а Бускетс еще и красный в конце матча заработал, когда команде надо было забивать столь важный гол. Ну и в атаке отметим слабый футбол от Филиппа Култини. Да, пусть бразилец и не форвард, но кто, как не он, должен отвечать в Астон-Вилле за создание голов и моментов. А Фил уже в двух матчах подряд просто ужасен. Вот с Эвертоном у него ни удара, ни обводки, ни ключевого паса. Чем вообще человек занимался на поле? Складывается ощущение, что стабильно крутой футбол он мог показывать только под руководством Юргена Клопа. Не забудьте отдать свой голос за худшего из перечисленных лузеров в нашем Телеграме. По итогам первой команды недели в этом сезоне за приз лучшего игрока поборются три футболиста. Неймар, Кевин Дебройня и Габи Женз. А вот в рубрике «Гол недели» в честь начала сезона выделим сразу пять противнидентов. Это Кулебали с его ударом в одно касание. Думаю, что он так сладко по мячу, слету, больше в жизни не попадет. И еще один эксклюзив. Мяч головой Неймара Монтелье в падении. Шедевр от Кевина Дебройни и его внешней стороны стопы. Без этого тоже никуда. Сумасшедший гол из чемпионшипа. Посмотрите, как Исмаила Сар из Уотфорда закинул за шифра киперу со своей половины. Ну и пятый здесь Габи Жезус с его волшебным ударом с места. Выбирайте лучшего футболиста недели и автора самого красивого гола в нашей Телегии. Ну а с вами в рамках дебютной программы этого сезона были Васан Балан и Саша Жалев. Давайте в честь нашего возвращения покажем бешеную активность в виде просмотров, лайков и комментариев. Это придаст нам еще больше мотивации трудиться для вас на протяжении этого долгого и увлекательного футбольного сезона. Чао, ребят!